Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, большая честь для меня выступить здесь. И как мы хорошо знаем из всей онкологии, из детской онкологии в особенности, многие опухоли, которые выглядят одинаково морфологически или отличаются на морфологическом уровне, на молекулярном глубоком уровне отличаются принципиально, драматически. И металлобластома не является исключением. Те четыре группы нейробластома, о которых мы уже много говорили, о которых сегодня было сказано, отличаются как по источнику гистогенеза опухоли и как следствие анатомической локализации. Они отличаются кардинально молекулярным профилем. И, собственно, на основании молекулярных исследований была выполнена впервые эта классификация. Они отличаются по мутационному профилю, мутационному ландшафту, которые представлены в такой забавной цветной картинке. И, что самое главное, они принципиально отличаются прогнозом. Пациенты различных молекулярных групп живут по-разному, по-разному отвечают на терапию с разной частотой рецидивируют. Опять же, слайд, который многократно демонстрировался, который отражает существующий в настоящее время консенсус, который предполагает четыре группы медаллобластомы, которые в настоящее время подвергаются некоторым изменениям в сторону некоторого увеличения под групп. Тем не менее, в начале медаллобластомы были расклассифицированы с помощью исследования профиля экспрессии генов, который осуществлялся на уровне всего генома, исследовалось большое количество генов, порядка 18-19 тысяч. Затем было понятно, что значительно меньшего количества генов достаточно для надежной, уверенной классификации пациентов. И в 2012 году американскими коллегами было показано, что всего порядка 23-25 генов, которые экспрессируются дифференциально, то есть уровень экспрессии которых принципиально различается в образцах медаллобластомы разных подгрупп, этого количества достаточно для надежной классификации. И таким образом можно сказать, что для классификации медаллобластом на молекулярно-генетические подгруппы существуют основные методы и второстепенные. Основными методами, которые позволяют достоверно и четко сказать, к какой молекулярной подгруппе относится медаллобластома, относятся высокопроизведительные технологии анализа либо экспрессии генов, либо полногеномного метилирования ДНК, которые в общем-то отражают две стороны одного процесса. Процесса транскрипции, то есть считывание генетической информации с РНК на матричную РНК. Чем более гиперметилированная ДНК, тем синтезируется меньшее количество матричной РНК, тем экспрессия данного гена снижена. Чем кодирующая последовательность ДНК менее метилированная, тем экспрессия данного гена выше, и тем большее количество матричной РНК соответствующего гена мы видим. К второстепенным технологиям относятся гистологическое строение, иммуногистохимическое, цитогенетическое исследование, в том числе наличие, деляется амплификация различных генов и мутации. Данные технологии позволяют думать в сторону той или иной молекулярной подгруппы, например, амплификация гена МИК в большей степени ассоциирована с группой 3 медулобластома, однако эти методы являются в большей степени косвенными и не обладают стопроцентными показателями чувствительности и специфичности, в том числе мутация в гене CTN-B1, гена бета-котенина, которая с высокой специфичностью позволяет классифицировать медулобластома под группой ВНТ, и полной специфичностью не обладает, мы знаем о таких маркерах, как мутация гена APC, которые также могут присутствовать у данных пациентов в отсутствии мутации бета-котенина. И для классификации с медулобластом, с использованием ограниченного количества генов, проводилось исследование методом наностринг, то есть технологии, которая позволяет работать с достаточно малым количеством высокофрагментированной РНК, в отличие от классического профилирования экспрессии генов на биологических чипах высокой плотности, за счет того, что в данном случае происходит в пробирке синтез такого молекулярного комплекса, состоящего из трех молекул, двух зондов и молекулы матричной РНК. Этот фрагмент матричной РНК, он достаточно небольшой, за счет этого эта технология позволяет работать с фрагментированной РНК, выделенной из парафиновых блоков. И на сегодняшний день, со времен выхода в 2012 году, статья, которая показала достаточно хороший уровень конкордантности между анализом экспрессии генов стандартной технологии Array и технологии наностринг, в большом количестве публикаций, в том числе достаточно серьезных, в таких журналах, как Lancet Oncology, были приведены данные об использовании данного метода для надежной классификации мидулообластом на подгруппы. Коротко о подгруппах. Подгруппа WNT. Почему так было названо? Потому что при блокировании данного сигнального пути мушки дрозофилы, на которых это все изучалось, становились бескрылыми, и расшифровка не что иное, как wingless, бескрылые, отличаются, как известно, хорошим прогнозом активации сигнального пути BNT-эффектором, который является бета-котенин, который в свою очередь является универсальным транскрипционным фактором, и запускает экспрессию большого количества генов, в том числе стандартных онкогенов, к которым относится ген МИК. Мидулообластом подгруппы SHH, которая расшифровывается как соник-хэшхок. Также было впервые открыто на мушках дрозофилах, которые при блокировании данного сигнального пути становились такими волосатенькими, похожими на ежиков, и поэтому в честь такого мультяшного персонажа была названа эта подгруппа. Наиболее гетерогенная подгруппа Мидулообластом имеет промежуточный прогноз, и в зависимости от различных молекулярных и цитогенетических аномалий, таких как мутация в гене по 53, дилеция длинного плеча 10-й хромосомы, амплификация гена ГЛИ-2, потеря длинного плеча 14-й хромосомы. Также совершенно драматическим образом прогноз внутри данной подгруппы отличается. Мидулообластома подгруппы 3. Почему они называются подгруппы 3 и подгруппы 4? Это потому что не было идентифицировано какого-то определенного сигнального пути, который был описан впервые на мушках дрозофилах, и такие опухоли, которые активируются большое количество на самом деле сигнальных путей. Мидулообластома подгруппы 3 в целом характеризуется достаточно серьезным, неблагоприятным прогнозом. Достаточно часто у медулообластома данной подгруппы присутствует амплификация гена МИК. Однако в зависимости от различных молекулярных и цитогенетических характеристик выживаемость данных пациентов также отличается. И подгруппа 4, наиболее многочисленная подгруппа медулообластомы, которая характеризуется также промежуточным прогнозом по данным литературы. И в данном случае цитогенетические аномалии, такие как потеря целой 11-й хромосомы или наоборот дупликация целой 17-й хромосомы отражают более благоприятное течение заболевания. В нашей лаборатории цитогенетики и молекулярной генетики мы решили проводить классификацию медулообластом на молекулярно-генетические подгруппы с использованием технологии NanoString. Для этого мы сначала исследовали верификационную когорту, состоящую из 12 пациентов, с уже верифицированным диагнозом медулообластомы и известной молекулярно-генетической подгруппой, которая была определена в других центрах, а также на основании дополнительных методов, например, секвенирования гена бета-котенина для верификации подгруппы WNT. И надо сказать, что соответствие данных составило 100%. Для данного исследования мы включили 105 пациентов, из них 17 были включены проспективно, в том числе, надо сказать, что это были не только дети, но и единичные взрослые. Анализировалась ткань, фиксированная в парафине и залитая в парафиновый блок. Всего исследования удалось провести 96 пациентам. И надо сказать, что только у 4 пациентов была получена РНК неудовлетворительного качества или количества, что, в общем-то, для работы с РНК, выделенный из фиксированного материала, достаточно неплохо. В данном слайде перечислены центры, которые участвовали в исследовании, и мы искренне благодарны всем докторам, которые приняли участие, предоставляли биологический материал и клиническую информацию о пациентах. На преаналитическом этапе, как я уже говорил, РНК выделялась из парафиновых блоков, и выход РНК был достаточно большим, выделялись и достаточно малое количество, и достаточно большие. При этом во всех случаях РНК была высоко фрагментирована, и на данном слайде представлена типичная электрофраграмма фрагментов, выделенной РНК, которая была представлена в основном фрагментами длиной не более 100 нуклеотидов. Тем не менее, этого было достаточно для проведения исследований. На аналитическом этапе величины нормализованной экспрессии генов были подвергнуты иерархической кластеризации, что позволило совершенно четко выделить четыре неперекрывающиеся подгруппы, соответствующие тем самым подгруппам WNT, СВЧ, группа 3 и группа 4. Полученные нами данные полностью соответствовали литературным данным по частоте встречаемости тех или иных подгрупп. У 65 пациентов на настоящий момент доступна клиническая информация и достаточный срок наблюдения, поэтому исследования прогностической значимости были включены всего 65 пациентов. Демографические данные представлены здесь. Распределение подгруппам тех пациентов, которые вошли в исследование прогностической значимости, также оно достаточно четко соответствовало литературным данным по распределению молекулярных вариантов медулобластома. Кривые выживаемости, которые также в полной мере отражают состояние проблемы, что пациенты с подгруппой WNT имеют хороший прогноз. Также в нашей когорте получилось, что пациенты с медулобластомом молекулярной подгруппой 4 также имели неплохой прогноз и значительно хуже были показатели выживаемости, естественно, для пациентов с подгруппой 3 и гетерогенной подгруппой SHH. Надо сказать, что для показателя без событийной выживаемости различия данных достигли статистической значимости, для общей выживаемости была показана только тенденция. Надо сказать, что это очень предварительные результаты двухлетней выживаемости пациентов. И надо отметить также, что в группе WNT, в принципе, благоприятной, был отмечен единственный рецидив, тем не менее, который оказался фатальным. На данном слайде показано распределение по молекулярным подгруппам надулярно-досомпластических медулобластом и медулобластом с аксенсивной надулярностью. И только у пациентов раннего возраста они в большей степени соответствовали подгруппе SHH, хотя тоже не было. Показана стопроцентная корреляция между данным гистологическим типом и подгруппой SHH. Тогда как у детей более старшего возраста надулярно-досомпластический тип медулобластомы и медулобластомы с интенсивной надулярностью имели совершенно различные медулобластомы различных молекулярных подгрупп. И то, что я говорил, совершенно гетерогенные данные по выживаемости пациентов с медулобластомы подгруппой SHH, на данном слайде представлена бессобытийная выживаемость в зависимости от возраста. Так, у пациентов раннего возраста мы наблюдали хорошие показатели бессобытийной выживаемости. Единственным событием в данной когорте явилась смерть, связанная с токсичностью проводимого лечения. Тогда как у пациентов более старшего возраста имеющих молекулярно-генетическую подгруппу SHH прогноз был неудовлетворительным. Таким образом, технология NanoString позволяет надежно классифицировать медулобластомы различных молекулярных подгрупп и, что важно, подходит для анализа ткани, фиксированной формалинией, залитой в парафиновый блок. Она отличается высокой скоростью получения результатов и относительно низкой стоимостью этого исследования. Естественно, разделение пациентов на молекулярно-генетические подгруппы клинически значимо и, несомненно, будет в дальнейшем использоваться в клинике. И на сегодняшний день мы стали выдавать в клинику ответ в некой такой стандартизованной форме, где мы информируем клинических врачей о принадлежности пациента с медулобластомы к той или иной молекулярно-генетической подгруппе. Я искренне благодарен всем докторам, которые принимали участие в этом исследовании. Благодарен группе по исследованию опухоли головного мозга в Национальном научно-практическом центре и фонду «Подаря жизнь», который оказал финансовую поддержку этого исследования, хотел бы сказать, что мы были бы рады сотрудничеству в данной области. И на сегодняшний день принято решение, что мы будем проводить исследование молекулярно-генетической подгруппы медулобластомы тем пациентам, которые присылают на гистологический референс, и те, кто заинтересован в этом исследовании, это будет абсолютно бесплатно для пациентов и для центров, которые принимают в этом участие. Это будет финансироваться за счет фонда «Подаря жизнь». Спасибо. Александр Евгеньевич, спасибо большое. Есть ли какие-то вопросы в залу? Спасибо. Спасибо, да. Потом, потому что вы обещали наших больных, которые там были, нам сообщить, к какой группе они относятся, но мы пока не получили этих данных. Поэтому мы ждем. Хорошо? Это обязательно будет сделано. На самом деле проанализирована перспективная когорта. И, естественно, на самом деле мне аналогичный вопрос задал Челябинский. И в ближайшее время, конечно… Очень ждем. Судя по всему, это не третья группа, они все живы, поэтому очень надеемся. Но, тем не менее, это очень интересно. Спасибо. Спасибо.